Позвольте мне предоставить слово одному из крифеев графического дизайна в нашем городе, а также основателю и руководителю категории графического дизайна, члену Союза художников и Союза дизайнеров России, профессору Степану Степановичу Рубаку. Прошу поделиться. Здравствуйте, уважаемые гости. То, что мы сейчас с любезного предложения училища представили нам возможность, мы понимаем всегда в сложном выставочном графике найти возможность разместить выставку, потому что мы подумали, что будет полезно, наверное, посмотреть студента, всем дизайном, чем в последнее время занимается институт. Мы локализовали нашу задачу по выставке, это дипломные работы. Тут есть часть специалитетных работ и есть часть бакалаврских. То есть тоже 4 года обучения, которые проходят по этому, поставили некоторые дипломные работы, для того, чтобы просто знали, как, или то, что вы видите сейчас. Я постарался, насколько можно на стенах показать, ну, какие-то разнопрофильные работы, потому что, ну, есть много работ, которые мы не можем вести, не хватает стен и так далее, а есть чем поделиться. Поэтому я подумал, что будет интересно еще посмотреть дополнительно, параллельно или смежно, то есть шрифт, которым мы занимаемся. Мы работаем, как вы видите, и в классическом жанре каллиграфии, и в свободной каллиграфии, работаем и в типа шрифт адаптации и так далее, и так далее, работаем в композициях. И очень интересно последнее задание, вот если вы обратите внимание, вот эти шрифты, сдвоенные планшеты, то это задание шрифтовое на основании исторических, локальных, вот, название магазина, название в газете маленькой восстанавливается или конструируется целый алфавит, весь шрифт. Это очень интересное научное задание, поэтому мы рады показать, во что это все вливается, чтобы увидеть, потому что работа интересная на самом деле. План у тебя утопического романа, это Джордж Орелл, 1984, очень такой интересный роман. Вот, и мы решили для конференции подготовить такой серии плакатов. Это было просто засчитано в прошлом году. Поэтому наши работы, они как коррелируются с жизнью, они отвечают на запросы, на тенденции, и мы пытаемся как бы не отставать, а успевать за эти дела. Поэтому вот там маленькая часть, которую мы здесь видим, именно представлена как и параллельно академические задачи, и как прикладные задачи, которые нужно реализовать в жизни. Здесь наша работа, девочка, правда, выпускница Гиммеровского училища, Курара Поглана, видите, четыре планшета мы делали для нашего красноярского ансамбля, наверное, многие знаете в этот ансамбле, дарминструмента, сибирские перкуссии, сибириум перкашин, серии таких вот плакатов, они их по гастролям возят, они взяли это на вооружение, как фильмный стиль и так далее, и так далее. Поэтому Виктор Алексеевич у нас такой человек активный, сам может сказать несколько слов, то есть он руководил, к сожалению, не удалось весь проект показать, вот «Арт-берег» они делали, он в прошлом году зачастую, тоже очень интересный был проект, такой широкий, большой, поэтому у нас показать есть чем, поделиться есть чем, хотелось бы там много где-то обсудить, поделиться мнениями. Сама профессия очень интересная, с точки зрения ответа на жизненные запросы, поэтому мы всегда будем отслеживать потребности, которые нужны, пытаться идти в ногу. Сейчас мы начинаем, ну немножко как бы пересаживаться на цифровые технологии, куда тех делимся, кого не спроси, все в смартфонах одеты, всю информацию получают через смартфоны, поэтому, конечно, мы и на это отвечаем, то есть это век проектирования, это коммуникация графическая и так далее, много есть в институте, ну как бы открылись, мы начали как бы готовить специалистов по другому направлению, это графическая и дизайн и анимация, то есть анимировать движение будем, и коммуникационно-графический дизайн, тот, который связан, ну они параллельно идут, две линии, и вот для того, чтобы мы раскрыли немножко диапазон, решили вот так поступить. Поэтому, в общем-то, приветствия и слава, кто не захочется, считает необходимым переходить на ремесло, на работу, тот, соответственно, со временем пожалеет об этом очень сильно, но вполне возможно будет поздно. Это я, хороший, я и плохой. Ну, плохого в нашей жизни столько же не смыслов о том говорить, все-таки люди, которые хорошие, да? Как мы дошли до этого? Ну, успехом там, ну, возможно, успехом, ну, шли, мы просто шли, шли и пришли, выполняли все поставленные задачи методически прописанные при дипломом проектировании. То есть студент применил при дипломом проектировании все компетенции, все качества, которые он приобрел по преодолению этапов, ну, семестроевых просмотров, с первого курса там и выпускными курсами. Соответственно, когда это все выполняется систематически, и все это находится под контролем руководителя, ну, успех гарантирован, успеха не может, не знаю. Успех может быть случайным, ну, это если бы это человек, там, ну, семейдарий, ну, хотя такое бывает, но редко, жаль, конечно, но редко. Другие случаи причины на провал, поэтому преподавателю нужно не слушаться, они вам зла не желают. Если что-то непонятное, я так, как полагаю, всегда можно успели спросить, потому что, опять же, преподаватель, он опытный товарищ, такой же, как и вы, дизайнер просто и слегка в опыте, в общем, в профессии подольше. А спрашивать надо. Если что-то непонятно, и вы не выяснили тему, соответственно, нагнать это будет сложно. А вот этим процессом, фидемиологической герминетики, когда передача данных идет непосредственно от преподавателя ученику, без посредников, ну, даже без книг, такого вы нигде не обнаружите больше. То есть... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я поздравляю, конечно же, кафедру в городке, тропического дизайна, с этой замечательной выставкой. Гостеприимных хозяев, которые приняли эту выставку здесь, и ребят, которые сегодня здесь, с нами. Конечно, выставка очень интересная. Она настолько разнообразная, и сколько бы я ни видела выставок, этого праздника, она всегда очень интересная, она всегда на стое какого-то вот высокого вкуса и современности. Сколько я помню, у ребят, которые учились в училище на дизайне, это всегда, они всегда отвечались, так же, как и в институте. Они всегда отвечались, это совсем другая каста людей. Они, во-первых, очень быстро на все реагируют. У них профессия такая. Им тупить некогда. Им нужно быстро, быстро, быстро. Это очень интеллектуальные люди. Поэтому они даже к себе не все принимали, поскольку они очень четко реагировали. Некогда было пустой болтовник заниматься. Поэтому они воспринимали, допустим, тех же ребят, живописцев или графиков или скульпторов, по уровню тоже развития какого-то своего. Поэтому, конечно же, с такими ребятами общаться очень интересно. Я рада, например, вот есть работа Тихона Витами. Она буквально в эти дни возвращается из Милана. То есть у нас студенты имеют возможность проходить обучение несколько месяцев и научились. И я надеюсь, что в будущем, если вы будете учиться дальше, вы тоже сможете открывать какие-то свои новые горизонты. Клипортовой, да? Может, это на него? Это никакого отношения к дизайнам не имеет. Если посмотреть, даже формулировать, что такой дизайн, как раньше у нас было, это, в первую очередь, еще и инженерное образование, то, как правило, профессия прикладно к технологическому процессу. Это был достаточно сложный технологический процесс. И поэтому требование от дизайнера – это быть профессионалом во всем. Если вы беретесь за какую-то ситуацию, вы должны изучить ту тему, которую вы подаете со всех сторон. И с технологической стороны, и с образной стороны, ну, соответственно, с художественной стороны тоже. Поэтому я хочу поблагодарить вам, что как раз накануне всех защит, которые у нас предстоит, дизайнерам, это тоже некий такой хороший дизайнерный профессиональный уровень, до которого надо тянуться. И говорить о том, сказать о том надо, что если действительно нет возможности получить образование, то в городе, как стоят, и на хроническом дизайне, вы получите достойное профессиональное образование, которое можно потом выехать на границу, то есть по программе студенческой мобильницы, и так далее, да, и получить.